Всем привет! Уже середина августа, Московская область. И прежде чем вы посмотрите видео обзор о томатах, которые я выращивала в этом году, я хочу снять небольшое предисловие и показать, как и где я их выращиваю. Итак, выращиваю высокорослые сортовые томаты в стеклянной теплице. В ней находятся два механических окна, они находятся с торцов теплицы, три автоматических и дверь купейного типа. Открыла я ее в конце июня и до сих пор не закрываю. Закрою, когда только убираю отсюда уже растения. В этой теплице три приподнятых грядки, которые замульчированы толстым слоем соломы. Междурядье замульчировано толстым слоем хвойного опада. Высевала я рассаду в два срока, 11-14 марта, а уже рассаду в теплицу высаживала 3 мая 2021 года. Как я высаживала рассаду, есть на канале, конечно же, видео. Я оставлю ссылку, зайдите, посмотрите, кому интересно. Кто смотрит мои видео, знает, что я не пользуюсь совсем минеральными удобрениями при выращивании. Приоритете у меня использование биогумуса, который производят мои червесторатели. Также я использую зеленые болтушки. Это крапива, конский навоз. Настаиваю и уже этим маточным раствором разбавляю водой маточный раствор и проливаю растения. Это на первых этапах. Также использую гумат калия без всяких добавок. И, конечно же, использую бактерии. Здесь конкретно я использовала триходерму вериде и также сияние номер один. А дальше вы увидите кадры видеообзора о сортовых томатах. Обязательно пишите в комментарии, какие томаты выращивали в этом году вы. Что вам понравилось, что не понравилось. В общем, давайте в комментариях обсудим этих красавчиков. А я вам желаю приятного просмотра. Сорт томата «Черное сердце» с носиком от Борисовны. Это высокорослое, довольно-таки крепкое растение. У меня показывает, как раннеспелый и средний урожайный сорт. В рассаде стройны, как, собственно говоря, все сердечные сорта. Плоды коричневые, с зеленоватыми плечиками. Все крупные, сердцевидные формы, с ярко выраженным носиком. Лисом примерно от 250 до 350 грамм. На разрезе видны ярко-розовые прожилки. Сама мякоть плотная, но в то же время они очень сочные. Вкус ярко выраженный, с преобладанием сладости. Семян достаточно, но семенные камеры очень маленькие, поэтому приходится их поискать. Это для тех, кто собирает свои семена. Очень хорошо этот сорт дозаривается, и при этом он совершенно не теряет вкус. Вела я его как в два стебля, так и в три стебля. Показывает себя и так, и так очень хорошо. Самые первые плоды очень крупные. Дальше они слегка мельчают. Плодоносит он очень долго, поэтому я советую этот сорт высаживать в теплицу. Он покажет весь свой потенциал, чем в открытом грунте. По крайней мере, у нас в средней полосе России. Очень вкусный черныш. Выращиваю его два года. Замечательный сорт. Всем советую. Использую его на соки. Приготовление томатного сока. И для кетчупов, и для свежего потребления. Для консервации целенаплодный он не подходит, потому что довольно-таки крупный. Следующий сорт томата. Конь-кани. Это новинка этого года. Высокорослое растение. Среднеспелый. Довольно-таки урожайный сорт. Несмотря на то, что в Московской области аномальная жара. И растения многие цветы сбрасывали. Куст мощный. Плоды крупные. От 500 грамм и выше. Особенно первые кисти. Очень крупные. Дальше плоды мельчают. Но все равно остаются крупные. Довольно-таки от 300 грамм и выше. Плоды красного цвета. Мясистые. Сахаристые. Сочные. Вкус у него от ярко выраженной томатной. Кислинка томатная преобладает. Очень ароматный. Знаете, такой томат-томат классический. Камеры, как видите, небольшие. Семян тоже немного. Единственное, что хочу сказать, что за счет обильного плодоношения все-таки он требует устойчивой поддержки. То есть обязательно нужно его подвязывать. Я его ввела в три стебля. Этот томат хорошо подходит для соусов, для соков, для кетчупов. За счет своей сочности, мясистости и малосемянности. Следующий томат, который я вам хочу показать, называется рубинчик. Это гибрид. Это единственный гибрид, который я выращивала в этом году. В открытом грунте. Семена от Агросимфонда. Всю характеристику я сейчас зачитаю вам от производителя. И уже потом скажу свое мнение. Действительно ли это так. Итак, ультра ранний для выращивания в открытом грунте и под укрытием. Растение детерминатное, компактное, высотой до 70 см. Плоды округлые, гладкие, плотные, красного цвета, отличного вкуса, до 140 грамм. Ценность его заключается в том, что он скороспелый, высокоурожайный, в экстремальных условиях выращивания, дружное завязывание и плодоношение, выровненные, отличная лёжкость зрелых плодов и устойчивость к заболеванию. Ну, теперь говорю свое мнение. Значит, высаживала, как я уже сказала, этот гибрид я в открытый грунт, в мягкие контейнеры. Высевала всего лишь 4 семя. Они все 4 взошли, и я высадила в 4 контейнера по 35 литров. Замульчировала соломой. Они выдержали всю непогоду в Московской области в этом году. Сами плоды, как и пишет производитель, красивого ярко-красного цвета, глянцевые, все выровненные, практически одинакового размера. Ну, есть, конечно, попадаются и более мелкие. Масса у меня была, по-моему, от 110 грамм, ну и ниже. На разрезе сам томат очень сочный. Семян довольно-таки много. Стеночка не толстая. Кожура сама тоже не толстая. И действительно, как пишет производитель, он очень-очень хорошо хранится и дозаривается, если вы снимаете их недоспелыми. Дружное созревание. То есть, он зрее, знаете, не по одному, не по два, а сразу можно снять и закатать, допустим, в баночки, сделать закрутки. Следующий сорт томата называется лихачвиллс. Это среднерослое, довольно-таки аккуратное растение. Лист обычный. Формировала я его и в два, и в три стебля. В обоих случаях показал хороший результат. Среднеспелый сорт. Томат крупный. На первой кисти плоды достигает от 700 грамм и выше. Дальше он мельчает и достигает примерно 300-350 грамм. Шаровидные или они плоскогруглые, довольно-таки ровные формы. Мясистые. На разрезе сахаристые. Многокамерные. Семян немного. Малиново-розового цвета и сами плоды, и на разрезе мякоть. Плечиков вот этих вот и прожилок здесь нет. Плечиковый сорт очень, довольно-таки, можно сказать, урожайный сорт. Но в этом году из-за жары и зависти все-таки этот сорт терял довольно-таки много, но и на кусту было его достаточно. Значит, вкусный, ароматный. Сладость преобладает. Ну и томатная кислинка тоже чувствуется. Замечательный томат. Это томат салатного назначения. Салаты просто великолепные, свежие с него. В принципе, не течет. Хорошо будет он в консервации для соков, для кетчупов, для всех видов переработки, но, конечно, не для цельноплодного консервирования. Следующий томат. П20 Бьюти Кинг. Это новинка для меня. Высокорослое растение. Производитель заявляет, что это среднеспелый сорт, но у меня в теплице среди моих среднеспелых сортов томатов он себя показал как раннеспелый. Очень и очень урожайный, экзотический сорт. Еще он очень стрессоустойчивый. Несмотря на то, что в Московской области была аномальная жара, он цветоносы практически не сбрасывал. Плоды плоскоокруглые, довольно-таки плотные, золотисто-оранжевого цвета, с фиолетовым загаром у плодоножки. Весом у меня плоды были от 200 грамм, ну и мельче. На кусту они не растрескиваются. Очень хорошо лежит. Мякоть на разрезе оранжево-золотистая. Очень сочная, много геля. Также многокамерный, довольно-таки много семян. Вкус у него необычный. Не зря он считается экзотическим. Вкусный, сладковатый, с фруктовым, если можно так сказать, посевкусием. Ощущается очень вкусный. Кожица у него тонкая. Очень легко отделяется от мякоти. То есть его можно даже почистить как фрукт, если томат хорошо созрел. Выращивать его лучше, конечно, там, где побольше солнечной, на солнечной стороне, тогда он будет еще красивее. Покажет всю красоту своих плодов. Вела я его в три стебля. Показал себя очень-очень хорошо. И, конечно, этот томат пригоден, мне так кажется, только для свежего потребления. Очень красивые салаты, но течет за счет своей вот этой сочности. Следующий сорт я выращиваю уже второй год. Из красных томатов. Это мой самый любимый. И сорт называется Тетя Анна. Это высокорослое растение. Среднеспелый и довольно-таки урожайный сорт. Плоды крупные. В первых кистях они могут достигать до 700 грамм. Но дальше будут мельчать примерно по 250-300 грамм. Красного цвета. Сердцевидные формы. Но некоторые плоды могут быть приплюснутые. На разрезе мякоть также красивого красного цвета. Очень мясистые. Многокамерные. Семен мало. Чтобы выбрать семена, нужно разрезать не один такой крупный томат. Вкус идеально сбалансированный. Ярко выраженный. Томатный аромат. Очень вкусно пахнут. Шкурка тонкая. Но при этом они довольно-таки неплохо лежат в хранении. В прохладном темном месте. Насчет дозаривания я не знаю. Потому что я снимаю их только в биологической спелости. В прошлом году я использовала его для приготовления томатного сока. Замечательно получается. Очень и очень вкусно. Также делала кетчуп. Тоже отлично. И для свежего потребления с него вкусные, наивкуснейшие салаты. Следующие томаты я буду показывать в сравнении. Так как мне показалось, что они между собой очень схожи. Это новинка этого года для меня. Сорт Манго Джанго. И сорт Южный Загар, который я выращивала года 4 и уже из своих семян. Начну с новинки. Сорт Манго Джанго. Семена от производителя. Сейчас я зачитаю на обороте пакетика все, что написал производитель. И тогда уже сравним. Среднеспелый, высокорослый сорт. Характерные длинные поникающие листья. Кисть простая. Состоящая из 5-7 плодов. Плоды точная копия манго. Вытянутая овальной с небольшим носиком формы. Блестящие. Масса до 250 грамм. Биологической спелости желто-оранжевые. Мякоть оранжевого цвета очень нежная, сладкая. Семенных камер практически нет. Весь плод это сплошная сахаристая мякоть. Назначение десертное. Сразу скажу, что все, что заявил на пакетике производитель, 100% совпадение с этими томатами, которые я вырастила в теплице. И теперь я хочу рассказать о сорте Южный Загар, который выращиваю каждый год. Уже года 4, а может быть даже и 5. Это мой любимец. И, как я уже сказала, что они между собой очень схожи. Итак, начну я с рассады. В рассаде они на 100% похожи. Скажу сразу, что вообще сорт Южный Загар в рассаде очень сильно отличается от всех остальных сортов, каких бы я либо не выращивала. У него действительно такая паникающая листва. Кажется, что он такой полубольной, некрасивая рассада у него. Резной такой лист. Очень путаются между собой. У Манго Джанго такая же была рассада. То есть между собой они были на 100% похожи в рассаде. Сейчас, если сравнивать, да, уже я держу плоды Манго Джанго и Южный Загар, они отличаются только во внешнем виде плодов. Как видите, у Манго Джанго более вытянутая форма и ярко выражен носик. У Южного Загара форма более цилиндрическая и носик отсутствует. Яйцевидной такой формы. И по размеру плодов тоже есть отличия. Если у Манго Джанго даже в первых кистях обычно плоды всегда крупнее, чем выше, то у Манго Джанго они все вот такого среднего размера, 150-200-240 грамм максимум. Если говорить о Южном Загаре, то у него плоды, особенно в первых кистях, могут доходить до 350 грамм, очень крупные. Дальше, конечно, они мельчают, но меньше 250-280 грамм у него нет. А так, в принципе, на этом отличия все и закончились. Цвет у них и внешний, цвет плодов и мякоти абсолютно одинаковый. Также ярко-оранжевая, камеры практически, семена отсутствуют, семян очень мало, нежная, очень сладкая мякоть. В общем, по вкусу, по аромату она абсолютно ничем друг от друга не отличается. Пробовала у меня около, наверное, 5 или 6 человек, и никто отличия во вкусе и в аромате этих двух сортов не увидел. Абсолютно одинаковые сорта, ну, по крайней мере, по вкусу. Мне некоторые зрители писали, что Южный Загар, он пресноватый. Да, если кто-то любит, чтобы, допустим, была сильно выражена томатная кислинка, прям томат-томат, да, Южный Загар нет, он не такой. Вот у него, по моему вкусу, вкус сбалансированный. Вот и по кислоте, и по сладости. Не зря, мне кажется, по крайней мере, у нас его больше всего любят дети. Ну, я еще раз скажу, что я буду продолжать высаживать Южный Загар. Манго-джанго я попробовала, все его очень сильно хвалили, да. Томат очень вкусный, но все-таки предпочтение я буду отдавать своему любимому сорту, это Южному Загару. Томат-ирландский ликер я выращиваю уже несколько лет, и серия зеленоплодных – это один из самых моих любимых сортов томата. Итак, это высокорослый, среднеранний сорт. Формировала я его в два стебля. Если вести в три, тоже показывает хороший результат. Томаты крупные, плоскоокруглые, с небольшой ребристостью у плодоножки. Вес плодов в первых кистях может достигать до 400 грамм. Дальше, конечно, они будут слегка мельчать. Биологической зрелости они зеленого цвета, а затем окрас переходит в желто-зеленый. На разрезе мясистые, очень сочные, многокамерные. Семян много, семена находятся в зеленом геле. Крахмалистые, очень гармонично сбалансированный вкус и по сладости, и по томатной кислинке. Замечательно вкусный томат. Шкурка очень тонкая, и за счет этого он плохо хранится. Конечно, этот томат не для перевозки, а, знаете, так сорвал, съел. Ну и полежать он в прохладном месте тоже какое-то время может, не потечет. Практически на кусту не лопаются. Применяла я его и применяю для салатов, конечно, свежеприготовленных, но салаты долго не стоят, потому что текут. Томаты очень сочные. И также, кто любит зеленоплодные томаты в виде томатного сока, тоже вкусно. Получается очень вкусный сок зеленого цвета, но это на любителя в плане цвета. Все-таки, кто больше привык к классическому красному цвету томатного сока, наверное, зеленый не подойдет сок. Он вкусный, но к нему нужно привыкнуть по цвету. И что самое главное, хочу сказать, вот при уже выращивании его несколько лет, он очень и очень стрессоустойчивый, как к прохладе, к холоду, так и к жаре. Следующий томат, который я вам хочу показать, называется абрикосовый брендивайн. Это высокорослое, довольно-таки мощное растение, среднеспелый урожайный сорт, лист картофельного типа, плоды красивого абрикосового цвета, плоскоокруглые, с серебристостью у плодоножки, довольно-таки плотные, упругие, на кусту практически не трескаются, плоды крупные, в первых кистях они могут достигать до 500 грамм, дальше, конечно, они слегка мельчают. Очень красивые внешне, но на разрезе они еще красивее. мякоть красивого, абрикосового, оранжевого, желтого цвета, мясистые, многокамерные, семян при этом очень мало, чтобы собрать семена, нужно разрезать не один такой томат. Мякоть сама масляничная, сладковатая, нежная, вкус очень сбалансированный и по кислоте, и по сладости, и даже, знаете, можно все-таки распробовать какую-то легкую фруктовую нотку. Есть у этого сорта такое. Замечательный сорт, мне он очень-очень нравится. Вела я его в теплице в два стебля. Хороший он для салата, довольно-таки долго салат не течет. Также для свежего потребления. Кто любит цветные томатные соки, получается очень вкусный, очень красивый томатный сок. Эти томаты, вы видите, они неприглядного такого качества, потому что с этих томатов я буду собирать семена, а чтобы собрать семена, я полностью томату даю вызреть прямо на кусту. Только тогда у меня происходит сбор семян. Эти томаты я уже выращивала года два назад. В этом году решила повторить. Сорт называется Сахар розовый. Это высокоросло, среднеспелый сорт. Формировала я его в три стебля. Цвет плодов нежно-розовый. Сама форма плоско-округлая, ровная, чуть заметная и серебристость у плодоножки. Плоды в первых кистях могут достигать по 350 грамм, даже выше. Но дальше, конечно, не мельчают. По 220-250 грамм. Кожица довольно-таки плотная, гладкая. Но если на кусту томату давать перезревать, то он, конечно, начинает очень быстро лопаться. Мякоть на разрезе ярко-розового цвета, очень мясистая, сочная. Сладость здесь более выражена, чем кислинка. И хорошо выражен томатный аромат. Вкусный, очень вкусный томат. Он также хорошо дозаривается. Вот если вы снимете его чуть не дозревшим, дозаривается просто замечательно. Я его применяла для приготовления, конечно, салатов и для домашних заготовок. Любой переработке он подходит. И соки, и кетчупы, и соусы. Кто любит розовоплодные, конечно. Вот томат санмарцана. Среднерослое растение в теплице достигает максимум полутора метра. Среднеспелый, очень урожайный сорт. Формирую я его обычно в два-три стебля. Плоды удлиненные, они собраны в кисти. В биологической зрелости красного цвета. Гладкие, глянцевые, с небольшой ребристостью. Довольно-таки плотные, дают пустоты. Стеночка может достигать в один сантиметр. Очень мясистые. Весом примерно около 100 грамм. Отличная у них лёжкость, и отлично они дозариваются. Ещё один из плюсов этого сорта, он очень стрессоустойчивый и к жаре, и к холоду. Я этот томат выращиваю уже на протяжении четырёх лет. С одной единственной целью это для вяления. Я считаю, что томат санмарцана идеально подходит для этого. Ещё хорошо он подходит для приготовления соусов. Единственный минус, если вы будете употреблять этот томат в свежем виде, то на вкус он, конечно, пресноват и суховат. Следующий сорт томат, это новинка для меня в этом году, называется Элизабет Стефанчик. Это очень высокорослый сорт. Производитель заявляет, что сорт раннеспелый, но у меня в теплице в стеклянной в Московской области он себя показал как среднеспелый сорт. Завязываемость плодов колоссальная, несмотря на то, что это сорт. Была жуткая аномальная жара и практически завязи эти томаты не сбросили. Урожайность очень высокая. Сами плоды красного цвета от 50 до 100 грамм. На разрезе более крупные плоды дают пустотелость. Стеночка у томатов очень толстая, геля мало, семян много. Более мелкие томаты уже такую пустотелость не дают. Они более заполненные гелем. На вкус классический томатный вкус и аромат. Вкусные они. Кожица довольно-таки плотная, поэтому эти томаты могут и полежать. Я думаю, что они даже, знаете, подойдут и для вяления. Но этот сорт я приобретала только для ковашения и для целеноплодного консервирования. Единственное, что мне не понравилось в этом сорте, это то, что он дает вот такие некрасивые штрихи на плодах. Я думаю, сейчас будет на камеру видно. То есть, они еще в зеленом виде. У них появляется вот такая крапинка. эта крапинка сухая и вот так выглядят плоды некрасиво. А некоторые абсолютно чистые, никаких изъянов, глянцевая красивая кожурка и нет этих штрихов. а вот из-за этого мне они и не понравились. Так что высаживать я их конечно больше не буду. Следующий сорт томата можно отнести как к самым красивым сортам. Я его выращиваю уже второй сезон и называется сержант пепперс. Это высокорослый куст, стебель тонкий, как собственно говоря у всех сердечных томатов. Везде пишут, что это среднеспелый сорт, но у меня в стеклянной теплице в Московской области он себя показывает все-таки как раннеспелый. Очень урожайный, несмотря на то, что в этом году была жуткая жара, он хорошо завязывал плоды. В прошлом году было холодно, сыро и дождливо, он также хорошо завязывался. То есть этот сорт очень стрессоустойчивый. Весь плодов от 200 до 300 грамм. В первых кистях он конечно крупный, дальше он слегка мельчает. Сами томаты сердцевидной формы с вытянутым носиком. Сама макушка розовая, а плечики с таким сильным фиолетовым напылением. Мякоть на разрезе розово-малиновая, сочная, ароматная. Вкус у этого сорта сбалансированный. Очень вкусные томаты. выращивала я его в два стебля. Также у этого сорта очень затянуто длинное плодоношение. Применяла я его как в свежих салатах и просто в нарезке. И заметила уже, что чем ярче светит солнце на плоды, то томаты более яркого цвета. Также эти томаты очень хорошо дозариваются. я пробовала. И при этом они не теряют особо внешний вид, а самое главное вкус. Отличные томаты я высаживаю по два по три кустика, чтобы насладиться не только красотой, но и вкусом. Отличный сорт. Следующий сорт называется утренний шмель. Этот сорт еще называют восход шмеля. Высокорослое довольно-таки мощное растение. выращивала в теплице, вела в три и четыре стебля. Дает очень много пасынков. И лист у этого томата очень узнаваемый среди всей рассады. Он мелкий и очень-очень резной. Сорт вообще среднеспелый. Вот на середину сентября до сих пор вызревают плоды. Сами плоды округло-овальные, ровные, глянцевые, гладкие. Они золотисто-желтого цвета. Такой солнечный окрас с розовыми полосками. Окраска очень красивая у томатов. при этом вот эти розовые штрихи не только на кожурке, но и внутри плода. Сами плоды черри весом у меня получались до 20 грамм или чуть-чуть побольше. То есть плоды очень мелкие. На кусту они не растрескиваются за счет своей плотной кожуры. Она действительно очень плотная, но при этом съедается приятно. То есть нет такого ощущения, что они какие-то деревянные. Вкусные, очень вкусные, сладкие. Производитель заявляет, что кожура у него не толстая, но она плотная. Не сказать, что сама кожурка толстая, но сама стенка у томата очень плотная, поэтому они действительно не растрескиваются. На разрезе сейчас я вам покажу. Они довольно-таки сочные, видно, но при этом мякоти тоже очень много. Теперь о минусах этого томата. Этот томат, этот сорт, он очень не стрессоустойчивый, по крайней мере, к жаре, как показала это лето. Из всех сортовых томатов, которые я выращиваю в теплице, он самый первый и самый больше всего сбрасывал зависть. То есть очень красивый, очень вкусный, но не для теплицы, по крайней мере, в жарком климате. А на улице вырастить, я думаю, что эти томаты стоят и за красоту, и за вкус. Следующий сорт томата называется томатоберри. Я его выращиваю уже второй год. Это высокорослое растение, среднеспелый сорт, стебель довольно-таки крепкий, кисти очень длинные, красивые, плоды коктейльного типа, в форме таких маленьких сердечек, очень красивые, сами томатики красного цвета, блестящие, весом около 25-20 грамм, сочные, без пустот, с нежным, сладковатым вкусом, шкурка у них средняя, он очень устойчив к растрескиванию, довольно-таки сочный, и как я уже сказала, сладковатый вкус, вкус в общем-то сбалансированный. Вила я его формировала в теплице, лучше всего в два стебля, он показывает хорошие результаты, не болявый сорт вообще, завязи в это жаркое лето сбрасывал, но незначительно, очень этот сорт хорош для украшения, для приготовления салатов, просто вот так наполовинки разрезаете, свежие салаты, просто замечательный вкус, практически в салатах и не течет, потому что у него жидкость и мякоть тоже сбалансированы. Вот сегодня середина сентября, и они вот до сих пор спеют, и очень много еще в зеленом виде прям на веточках дозревают. Хорошие томаты, мне они нравятся.